Ну вот, как и обещал, смотрите, баре. Берем палец, зажимаем струну. В любом месте, ну давайте для удобства усредним, зажмем на пятом ладу. Пятый лад это вот где точка, вот у меня здесь точка, видите, стоит. Точка может быть и здесь нарисована, да, она у меня здесь продублирована. А так, если нет точек, то считаем. Раз, два, три, четыре, пять, пятый лад. Ну это так вам, для справки, видите, как бы урок в уроке. Вот, нажимаем, потом зажимаем две струны, звучит, потом зажимаем три струны. И вы главное не кладите палец вот прям вот так, вы его кладите немножко на ребро, потому что здесь косточка, здесь лучше продавливается. И не кладите его посередине, положите его ближе к этому порожку, потому что так будет проще зажимать и лучше будет строить. Зажали. Зажали четвертую струну. Чувствуете, что вообще не в моготу, уже напрягается. Кладете третий палец на указательный. Помогаете, как бы, понимаете? Потом пятая струна. Конечно, это не будет так быстро, как вот сейчас я показываю. Вы какое-то время, может быть, минут 20 будете только с четвертой струной разбираться. Потом вы отдохнете, попьете чай, обязательно отдыхайте. Не занимайтесь помногу. Лучше позаниматься по 20 минут три раза в день, чем час один раз в день. Ну и эффективнее будет. Просто у вас как-то уляжется все это, пока вы пьете чай. И потом вы с новыми силами приходите и начинаете, например, там, с третьей струны. Потом опять четвертая. И так вы доходите до шестой струны. Все. Вы теперь можете гораздо больше, чем вы могли без баре. Так что вот такой урок вам сегодня. Как сделать, зажать баре. Это называется баре. Дурацкое слово. Я помню, меня в школе спрашивали, а ты умеешь баре зажимать? Вот, смотрите, если какие-то темы интересуют, давайте спрашивайте, задавайте вопросы, и я все вам расскажу. Потому что очень много всяких есть фишек, очень много там про звук извлечения, про бой, про перебор, там, про то, как вообще переставлять руки, как синхронизировать это все. Как красивые аккорды играть? Например, есть вот такой аккорд, который вы уже знаете. А есть вот такой аккорд. Красивый, правда? А как я его взял? Расскажу как-нибудь. Всем пока. Друзья, извините, я еще хочу сказать кое-что про баре. Смотрите. Ну, просто у меня нет преподавательского опыта, поэтому я не сразу все какие-то моменты учитываю, которые надо бы учитывать. Смотрите. Техника такая. То есть вы зажимаете баре, да? Неважно. Вот, возьмем посередине где-то. Большой палец у меня вот. Он как бы вот этой частью, начиная где-то от косточки, ну, в общем, вот этой всей частью, он прилегает к грифу. И давление должно быть одинаковым, что с этого пальца, что с большого пальца. Если вы пережимаете каким-то пальцем, это неправильно. И если у вас напряжена вся рука, это тоже неправильно. Надо сконцентрировать свое усилие, именно вот. Вот, вот. Кайф должны почувствовать от того, что вы просто вот так вот. То есть вы не трясете рукой, потому что она у вас напряжена. Вы просто как будто бы почувствовали гравитацию. Вы просто вот так вот раз зажали, и вам хорошо, и вы на своем месте. Вот так вы должны почувствовать. Так что давайте занимайтесь. Так, я уже начал заливать ролик на YouTube, но я решил все-таки записать. Я вспомнил, что нужно вам сказать обязательно. Смотрите. Ваша задача положить просто струну, чтобы она легла на вот этот вот порожек, который следом за вашим пальцем стоит. Вам не надо ее продавливать туда. Вам надо просто положить, чтобы все струны просто лежали на порожке. Все. Собственно, это я и хотел сказать.